Михаил Игнатьев встретился с представителями региональных отделений непарламентских политических партий, представленных в Чувашской Республике. Обсудили вопросы, которые на слуху у всех жителей Республики. Капитальный ремонт, благоустройство дворов и дворовых территорий, а также планы и задачи на ближайшее будущее. Затронули и тему предстоящих выборов главы Чувашской Республики. Михаил Игнатьев призвал присутствующих к открытому и честному диалогу. Если у вас по сравнению с фракциями, которые представлены в государственном союзе Чувашской Республики, может быть меньше возможностей для того, чтобы выражать свои мнения, это мы у вас будем оказывать содействие, поэтому и наша встреча о том, как нам в дальнейшем конструктивно, корректно выстраивать наши отношения. Михаил Игнатьев ответил на все вопросы ее участников. Обсудили деятельность отделений партии в Чувашии, пути улучшения их работы. В частности, поступило предложение ввести должность уполномоченного по правам пенсионеров. Правда, в этом вопросе мнения представителей партии разошлись. Михаил Игнатьев подчеркнул, что органы власти открыты для эффективного взаимодействия с политическими партиями, желающими стабильности в республике. Встреча была в доброжелательной такой атмосфере, но это не первая встреча, значит, он где-то раз в год встречается. Это, я считаю, правильно, потому что с парламентскими партиями, партиями, которые представлены в госсовете, он регулярно встречается, имеет общение. И у депутатов есть возможность, и у представителей партии есть возможность довести какие-то проблемные моменты до главы. А непарламентские партии, они тоже объединяют большой, довольно значительный круг людей, которые тоже столкнутся проблемами. И часто бывает, что через вот эту среднюю прослойку муниципальной власти невозможно пробиться, достучаться до органов власти и решить проблему. А здесь прямое общение, оно такое, в принципе, в формате обсуждения, то есть один представитель задает вопросы, другой включается в обсуждение. И очень полезное. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика.